Анна Вельмакина, бюро 24 на 7. Скажите, какую, по вашему мнению, конечную цель преследуют люди, которые сигнализировали операторам о том, что нужно отключать канал? Ну, судя по некому медийному сообщению, цель их примерно такая. Сказать, что канал Дождь не закрыли, на самом деле его закрыв. То есть все государственные или официальные источники заявили, если вы услышали, да, нет, не надо его закрывать, да. А левой рукой или какой там, правой, не знаю, да, нас отключили от всего вещания. Мне кажется, цель примерно такая. Сказать, что мы же вот ничего такого, собственно, плохого не сделали, на самом деле сделав. Я это понял так. Агентство, слышно? Агентство Франц Пресс, Ольга Ротенберг. Но что за этим стоит? Это политика или это экономика? Вот в чем смысл? Ну, экономика... Экономика в один раз не выключается раза. Ну, в хоро. Я уверен, что словно экономика, ну, объясняли, что кабельные операторы это наши... То есть мы взаимные партнеры. Нам интересно, им интересно, чтобы были такие каналы, уже произносил, да. Вряд ли здесь есть хотя бы что-то экономическое. Ну, если не считать, может быть, какого-то... Я в страшных каких-то репортажах читал, что появляются люди, которые хотят купить это за бесценок. Они, к сожалению, тоже не появились, эти люди. Или, к счастью, не появились. Не знаю, да. То есть ничего экономического пока я здесь не нашел. Следующий вопрос, пожалуйста. Аркадий Островский, журнал «The Economist». У меня два вопроса. Один уточняющий, один более важный. Собираетесь ли вы обращаться или обратиться к Владимиру Путину, имя которого не называется упорно, и понятно, что без согласия которого вряд ли последовало бы такое отключение, собираетесь ли вы обратиться к нему с каким-то посланием, так как это делала, условно говоря, Светлана Сорокина в разгар разгрома НТВ, с письмом или с каким-то другим обращением с просьбой включить обратный канал? Это первый. И второй вопрос уточняющий. Саша, правильно я понимаю, что если не включаются обратно кабельные сети, то канал не может существовать только на одном интернете или других платформах? Спасибо. Если говорить про Владимира Путина, то я не знаю, как построена коммуникация у нашего президента и как он узнает о том, что происходит в городе Москве или что происходит в стране. Но я, например, свою коммуникацию строю, если открываем топ Яндекса, топ новостей Яндекса, соответственно, то можно в целом представить эту картинку. Последние дни я с абсолютным грустным видом вижу, что название нашего телеканала стоит в этих топ новостей Яндекса. И я считаю, что если президент и гарант Конституции мог бы вмешаться в эту ситуацию, каким-то образом нам помочь, то мы были бы абсолютно рады этому, признательны и, конечно, приветствовали эту историю. Если говорить про бизнес, что будет, если нас не включат кабельные каналы, ну вот буквально час или полтора назад мы выработали нашу взаимную стратегию. Мы уверены, мы верим, что нас включат, потому что этот процесс выгоден, естественен и правилен. Следующий вопрос, пожалуйста. Мне не видно за столбом вообще ничего, если честно. Давайте, дайте сюда микрофон, можно? Передайте микрофон, пожалуйста, спереди. Да, 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 можно? Дарья Яушева, журдом.ру У меня к вам, знаете, такой вопрос про медиаподдержку. Так, у нас портал медиаподдержка. Интересно, насколько Союз журналистов, другие медиа-организации, может быть, какие-то международные, пока публичных, особенно таких ярких заявлений не было, но, может быть, какая-то поддержка была высказана. Это первый вопрос. И второй вопрос все-таки про рекламный бюджет. Вставал ли вопрос альтернативы? Ставили ли вас ранее перед альтернативой? То есть делиться рекламными бюджетами, либо зарабатывать только на рекламе и отдавать операторам? То есть был ли такой вот вопрос между вами? Ну, такой вопрос периодически на этом рынке поднимается. Но так как рынок действительно неэфирного и платного телевидения совершенно непрозрачный, и модели существуют разные, и у некоторых каналов существует модель, когда они с операторами делятся рекламными бюджетами, то, условно, все зависит, с одной стороны, от силы канала, силы в том смысле, насколько он популярен, насколько он востребован у абонентов этого оператора, и до, условно, переговорной способности того оператора, с кем ведутся переговоры. Мы попытались полгода назад выйти к рынку с прямым обращением о том, что этот рынок надо сделать прозрачным. Что если ты популярный канал, если тебя хотят покупать зрители, если ты высокий во внутренних рейтингах этого оператора, то, конечно, этому каналу оператор должен платить деньги, потому что это увеличивает его абонентскую базу и влияет на его бизнес. Если ты не очень популярный канал, если ты новый канал, а тебе не знают, тебе надо заявить о себе, то ты можешь входить бесплатно, либо иногда каналы действительно платят оператору. И для того, чтобы сделать это прозрачно, надо просто выработать эту шкалу, которая привязана к рейтингу в том числе, количество абонентов, которые есть у оператора, потому что чем больше абонентская база оператора, тем больше поводов у оператора торговаться с каналом, конечно, потому что он дает такой серьезный охват. Вариант, при котором недавно озвученный Алексеем Волиным, о том, что давайте перейдем на жесткое разделение каналов платных, которым платят операторы, но тогда они не имеют права продавать рекламу, и на каналы, которые живут только по рекламной модели, и тогда они, пожалуйста, либо бесплатно идут везде, либо платят всем операторам, потому что им дают эти операторы базу. Это, конечно, глупость, потому что тогда это убьет весь рынок. Потому что такие каналы, как Discovery, все каналы-мейджеры, все, которые выходят на рынок, они тогда либо скажут операторам, ну тогда окей, платите нам как в Америке, там по, не знаю, по 10 долларов с абонента, я сейчас, извините, могу не точно назвать цифру, но она очень большая, да, либо нам платите с каждого абонента такие деньги, а операторы не смогут платить, тогда они вынуждены будут не брать эти каналы, качество их пакета будет укушаться, и абоненты перестанут их покупать. Либо, собственно, ну мы остаемся только в рекламной модели, которая, как, опять же, устроен этот рынок, не позволяет каналам с очень высокой себестоимостью производства выживать только на рекламной модели. Только потому, что этот рынок тоже очень сложный. И это важное замечание, о котором мы сегодня не сказали. 350 каналов находятся в неэфирной зоне, в кабельных сетях, и 20 есть эфирных каналов. Вот эти 20 эфирных каналов получают 97,5% всех рекламных телевизионных денег, а 2,5% приходится на 350 каналов. Да, не все из этих каналов продают рекламу. Да, окей, их может быть там 30-50, но это очень маленькие деньги. Поэтому в рекламной модели канал, который заботится о качественном контенте, который вкладывается в контент, он тоже не может выжить. Поэтому единственный возможный вариант, когда развивается этот бизнес, это смешанная модель, когда заинтересованы все в улучшении качества контента телеканала. Американские сети кабельные, крупнейшие, с одной стороны, бьются за эксклюзив с тем или иным каналом, с другой стороны, инвестируют в контент этого телеканала еще до запуска этого эфира. То есть они инвестируют в создание сериалов, фильмов и так далее, в кабельные сети, для того, чтобы этот канал вышел у них, и чтобы этот сериал пошел у них, потому что таким образом они забирают абонентов. Вот мы, мы за то, чтобы потихонечку мы шли в эту сторону. Я прошу прощения, я просто хочу сказать, что буквально сейчас, пока идет пресс-конференция, официальный представитель компании Ростелеком, Валерий Костарев, сообщил, что компания Ростелеком готова вернуться, допускает возможность переговоров с руководством телеканала «Дождество» возвращения к сотрудничеству, в том случае, если телеканал восстановит свою репутацию, по словам господина Костарева, вовсе не финансовые обстоятельства были причиной прекращения сотрудничества. Как же это сделать? А негативный фон вокруг телеканала, который в последнее время не уменьшается, а напротив, по его словам, лишь нарастает. Александр, пожалуйста. Я хотел бы дополнить, просто обратить ваше внимание на размеры рынка платного телевидения и размеры рынка телевизионной рекламы в кабеле. Там 52, здесь 2,5% от 7 миллиардов всего, да? Ну, окей. Кабельным операторам обращать внимание на тот рекламный рынок, в котором мы варимся, лениво, потому что он очень маленький для того, чтобы там что-то найти. Им важнее получить эксклюзивно лучше, да, соответственно, либо какой-то качественный канал, который привлекал бы дополнительных абонентов, чтобы они могли продавать свои пакеты. Это гораздо более простой и хороший способ зарабатывать. Давайте следующий вопрос, да. Стивен Роземер, BBC. Раньше много писали о том, что ваш канал поддерживает Дмитрия Медведев. Медведев, обращались ли вы к премьеру вот в этой ситуации? Мы не обращались. И поддерживает Дмитрия Медведев, наверное, можно так сказать. Он, правда, нас поддерживал тем, что он приглашал нас, нашего главного редактора, на все свои интервью. И для нас это была невероятная поддержка, потому что такого никогда не было, когда четыре федеральных канала берут интервью у президента, а потом у премьера, и приглашают, в общем-то, не эфирный, кабельный канал, не с очень большой аудиторией. Для нас это была поддержка. Поэтому в этом смысле я точно считаю, что он нам, правда, здесь помогал. Но в этой ситуации мы не обращались. Потому что мы думаем, что... Мы никогда не обращались специально. Нет. Ну и в данном случае, если бы мы понимали, что это может нам помочь решить проблему, мы бы это сделали. Наша информация о том, что является и кто является источником наших проблем, говорит о том, что такое обращение не имеет смысла. Наталья Демина, Политру. Подскажите, что Вы бы посоветовали людям, которые живут, например, в Подмосковье, но у них нет возможности быстрого интернета? Сейчас в Фейсбуке все пишут, ребята, давайте мы купим ресивер, купим спутниковую дарелку, давайте найдите вещателя через спутник в нейроссийской юрисдикции. Есть ли такая возможность? Думали Вы об этом? Нет, нет, по поводу нейроссийской юрисдикции нет. У нас есть еще несколько спутников, на которых мы висим, и действительно есть такая модель, когда ты даешь сигнал свой открытым, и дальше, если у тебя стоит тарелка, оборудование ты перенастраиваешь и так далее. Это не очень легко, это правда не легко, я пыталась однажды у себя дома это сделать, это непросто, но это опять же не позволит нам подтвердить нашу абонентскую базу, в чем есть проблема. То есть мы, конечно, это сейчас тоже делаем. Мы сейчас висим на нескольких спутниках, сейчас мы вот эти приемники, которые в деле есть, они их могут перенастраивать на дождь, мы можем давать там координаты и повесить еще на один спутник, то есть мы все это делаем, но, к сожалению, опять же, это не подтверждает эту абонентскую базу, которую ты можешь продавать рекламодателю. Важно, да, мы не хотим обойти, пройти мимо наших партнеров кабельных сетей, кабельных операторов, мы хотим попасть в телевизоры через них. То есть партизанщина, это не бизнес, это не наша цель, то есть, соответственно, пройти в телевизоры каким-то окольным путем. Нет, мы хотим быть нормальным российским бизнесом и работать так, как мы работали, и даже лучше. Павел Аксенов, русская служба бизнеса. Павел. Павел.